правильный и классический басбаш парча басбаш именно так мы его готовим на кавказе очень важный компонент басбаши это холодный дистиллят из овса я конечно нигде не видел чтобы такое добавляли вкусняшка 50 градусов крепости какой аромат и горячим бульончиком класс привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня буду готовить кавказское блюдо это басбаш или если конкретнее то парча басбаш для этого я использую барашка у меня есть задняя нога и грудинка казан уже разогрет и я наливаю сюда хорошую фильтрованную воду сейчас я опущу кусочки мяса в казан и мы продолжим здесь есть косточка из задней ноги кусочки жирка из грудинки сама задняя ножка барашку было два два столбина годика мяско классно пахнет настоящим барашком очень вкусно жирненько жирок молоденький самое важное это опустить мясо в холодную воду потому что здесь действует правило если мы хотим чтобы бульон был очень вкусным и наваристым то мяско нужно пускать в холодную воду я хочу приготовить басбаш так вкусно чтобы все кто посмотрит как его готовлю сказали да именно так мы готовим на кавказе поэтому здесь будет минимум минимальный набор овощей какие добавляются в басбаш бульончик уже закипает я собираю пенку самое важное во всех супах чтобы бульон был максимально прозрачным я добавляю сюда соль соль хорошо помогает оттягивать белок чтобы больше вышла пены бульончик для басбаша закипел я собрал с него всю пенку он идеально прозрачный теперь я добавляю сюда две сухие острые перчинки я конечно нигде не видел чтобы такое добавляли но я думаю для вкуса бульона это будет очень хорошо а также до маленьких лавровых листика и конечно же черный перец сейчас я разотру шафран солью растертый шафран солью я заливаю бульоном из казана пусть настаивается минут 5-7 басбаш это очень простое блюдо в нем есть всего лук горох нут и немного каштанов или картофеля поэтому самое важное это правильно подготовить лук лук я буду вырезать мелкими кубиками мелкими 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 чем мельче я порежу лук тем больше он отдаст своего сока и своего аромата бульону в котором варится басбаш лук я высыпаю в казан вообще есть два мнения общепринятое и мое обычно повара говорят так мы сразу закладываем лук как только закипел бульон у меня барашек взрослый ему два два с половиной года поэтому бульон у меня будет вариться не меньше двух часов если я положу лук сразу то он даст свой вкус и сок бульончику все будет очень вкусно но сам аромат за это время уже улетучится поэтому я добавляю лук через час после варки бульона так я думаю убить двух зайцев мы обогатим бульон ароматом и соком лука но в то же время останется именно аромат лука который не успеет уйти за остальной час варки также уже настоялся шафранчик я добавляю шафран шафране такая же история некоторые добавляют шафран именно в конце чтобы сам аромат шафрана остался бульончики а некоторые добавляют его середине или даже в начале для того чтобы мяско окрасилась цветом шафран я взял половину порции шафрана который я хочу добавить в басбар поэтому одну порцию я выливаю сейчас для того чтобы мяско приобрело очень красивый цвет а вторую уже вылью в самом конце когда бульончик будет готов вот теперь уже слышно хороший аромат бульона который сдобрен и сухим острым перцем и уже свежий лучок и даже шафран все очень богато и ярко сегодня я хочу приготовить именно самый классический парча басбаш для того чтобы показать что это именно настоящее блюдо кавказской кухни поэтому здесь не будет ни помидоров ни зелени ни перцев ничего другого именно самый настоящий классический басбаш будет из бульона с барашком из репчатого лука нута и картошки обычно вместо картошки нужно добавлять каштаны но каштаны у меня пока еще не растут поэтому будет хорошая вкусненькая картошечка мясо в бульоне уже очень очень вкусное она полностью сварилась я добавляю нут нут я замочил вчера в хорошей фильтрованной водички он стоял в воде целую ночь уже почти сутки он очень мягкий его можно так кушать поэтому я его буду варить максимум двадцать минут из-за того что нут будет вариться очень быстро я сейчас тоже добавлю и картошечку картошечку я взял именно вот такую маленькую чтобы ее не резать таким образом я надеюсь что она не выпустит крахмал и бульончик будет такой же прозрачный и красивый я работаю с таким крупным нутом уже много раз и знаю что он будет вариться всего 20 минут другие люди которые готовили с нутом я видел они варили его и час и два и три скорее всего у них такие сорта нута которые варятся очень долго теперь пришло время взять следующую порцию шафрана и растереть его солью басбаш в казане как раз чуть-чуть недосоленный и для того чтобы соли было в меру я добавил соль в шафран и мы его лим казанчик заливаю шафран кипящим бульоном бульончик прозрачный ароматный и дадим настояться шафрану 5-7 минут мне очень хочется добавить в басбаш еще немного зерен кориандра и зиры но я нигде не видел что так делаю поэтому как бы мне не хотелось но я хочу приготовить настоящий правильный и классический басбаш поэтому из пряности здесь будет только шафран и черный перец картошка и нут уже сварились и я выливаю сюда настой шафран очень важный компонент басбаши это алыча нужно добавлять вяленую алычу она придаст интеллигантную кислинку и будет очень вкусно но сейчас у меня нет вяленой алычи поэтому я нашел недозрелую алычу она очень кисленькая и поэтому я ее кладу сейчас именно сейчас чтобы она только отдала свой вкус и аромат и кислинку но не разварилась весь жар из-под казана я уже достал стельки казана горячие печка тоже поэтому это температуры будет достаточно чтобы алыча отдала свой вкус минут пять-десять настаиваем и начинаем дегустировать немного мятки и немного сомаха холодный дистиллят из овса или овсяный самогон божественный напиток который очень хорошо подходит прекрасному кавказскому блюду басбаш или парча басбаш сейчас будем пробовать холодный и вкусный класс крепенький обычно басбаш подается именно с репчатым луком никакая зелень сюда не добавляется репчатый лук здесь нужен для того потому что басбаш сытный наваристый суп в нем много жира и жирных кусочков мяса и в луке есть те ферменты которые помогут человеку хорошенечко переваривать эту вкусную и жирную пищу басбаш я приправил сумахом и мятой перемешиваем за два часа закварился бульончик все очень хорошо получилось наваристые жирные еще горячие бульон идеально прозрачный прозрачный бульон показатель мастерства повара хороший наваристый бульончик в басбаш и очень вкусно но горячо посмотрите какая прекрасная косточка из бедрышка мяско на ней полностью сварилась мягусенькое но не пересушенные класс попробую лучок да такой наваристый и жирный суп хорошо есть именно с таким сырым луком очень хороший контраст и освежает сам вкус отлично уже немножко остыла я более ярко слышу вкус давайте попробуем нут нут я взял самый лучший он очень крупный и варился всего 20 минут внутри под самой оболочкой он очень мягкий как будто бы пюре но у него прекрасно сохранилась его форма посмотрите он так хорошо держит форму а внутри мягусенький да вот теперь когда уже басбаш остыл немного я прекрасно слышу его вкус и вот такая маленькая розовая картошечка которая варилась целиком благодаря этому сам бульончик идеально прозрачный потому что весь крахмал остался в картошечке она варилась при температуре 95 98 градусов бульончик уже даже не дышал и именно поэтому она сварилась но плотная и упругая что я все время рассказываю давайте выпью прекрасная погода на улице уже не жарко а у меня очень холодный дистиллят из овса вкусняшка 50 градусов крепости какой аромат и горячим бульончиком класс у меня уже просто нет слов вернее слова есть просто много желания это все скушать друзья если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ссылочка для подписки вот здесь внизу рядышком есть колокольчик нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале пишите комментарии что вы думаете как вам понравился это видео и помните кухня это самое спокойное место